Эх, ГНГ, ГНГ, до какой же степени дать тебя занёрфили со времён БФ-3? Ты же не кажешься одной из мощнейших снайперок в игре, а просто рядовой болтовкой. Всем привет, дорогие зрители, с вами снова Артём, и, как вы уже поняли, я сделал гайд на ГНГ-90. Снайперская винтовка Boro GNG-90 разработана турецкой государственной компанией MKEG. Разработка начата в 2004 году. В настоящее время эти винтовки поступают на вооружение турецкой армии, а также, по некоторым данным, поставляются на экспорт. По данным производителя, данная винтовка, по своим боевым характеристикам, превосходит все массовые образцы, выпускаемые на западе, обеспечивая кучность стрельбы порядка 0,3 угловой минуты на дальности 100 метров при использовании высококлассных патронов фирмы LPUA. Но, видимо, дайсы с этим не согласны и сделали ГНГ одной из почти что самых слабейших снайперок в игре. Конструктивно, винтовка имеет достаточно традиционную для современных образцов этого класса конструкцию. С алюминиевой несущей ложей, консольно вывешенным стволом и полностью регулируемым прикладом. Механизм винтовки с ручной перезарядкой при помощи продольно-скользящего поворотного затвора. Питание патронами из отъемных коробчатых магазинов емкостью 10 патронов. А теперь рассмотрим ГНГ в Battlefield D4. ГНГ это снайперская винтовка, открываемая по достижению 20 тысяч очков за снайперские винтовки. Достаточно крупное число для этого класса оружия. А теперь рассмотрим характеристики этой снайперской винтовки. Максимальный урон 100 хп. Минимальный урон 59 хп. Начало падения урона 12,5 метра. Окончание падения урона 100 метров. Скорострельность 41 выстрел в минуту. Скорость полета пули 560 метров на секунду. Скорость полета пули при использовании глушителя 320 метров на секунду. Скорость падения пули 9,81 метр на секунду в квадрате. Размер магазина 11 патронов. Патронтаж 762 на 51 миллиметр нато болтовка. Перезарядка. Пустой перезаряжается за 4,2 секунды. Это очень долгая перезарядка для этого класса. Перезарядка с остатком патронов в магазине 2,7 секунды. Уже более-менее нормально. Отдача. Вертикальная. 0,25. Отдачи влево и вправо нету. Видимо, сделано это, конечно же, для баланса. Когда я открыл GNG, я подумал, что что-то тут не так. Почему она открывается не одной из последних, а почти в начале. Я решил разобраться и, когда взял её в руки, понял. Дайси её занёрфили. Даже не так. Ужасно занёрфили. Если в BF3 с GNG люди старались держаться как можно дальше и именно снайперить, я исключение, я в тройке даже за Браво бегаю и тупо на ускопе, то в BF4 GNG просто невзрачна. Если вы хотите снайперить, то вы, конечно же, берёте либо Чейтег, либо Браво. Если быть агрессором, то Скаут, СВ или М40. GNG просто перестал выделяться и производить впечатление дикого ствола, который она производила в предыдущей части. В BF4 снайперить GNG нет почти вообще никакого смысла, потому что скорость полёта пули достаточно низкая, а падение пули, так скажем, немаленькое. Следовательно, на дальние дистанции GNG не подходит. Быть агрессором с GNG? Возможно. Но вам придётся очень сильно потеть, чтобы убить хотя бы пятерых-шестерых за жизнь. То есть, на близкие дистанции тоже не очень подходит. Значит, вам надо держаться приблизительно в 30-40 метрах от врага. Для этой винтовки это идеальная дистанция. Урон на этом расстоянии от цели составит приблизительно 88 хп в тело. Так что, если кто-то из ваших тиммейтов зацепил человека и снёс ему от 10 до 12 хп, то вы просто спокойно стреляете в аргу в торс, и у вас плюс 1 кило. Ей совет. Бегая с GNG на дистанции, которую я сказал, вам понадобится 2 пули для убийства, если же, конечно же, враг не ранен. Поэтому бегайте с любым пистолетом, за исключением Рекса и Магнума. СВ-40 можно, если у вас уже набита на него рука. И после каждого выстрела переключайтесь на пистолет. Это может неоднократно спасти вам жизнь. На геймплее это ярко видно. Поэтому рекомендую на GNG следующие модули. Прицел. Крадник, но небольшой. От 6 до 8 кратности. Аксессуары. Тут два варианта. Первый. Это ЛЦУ. Для тех случаев, когда враг неожиданно выскакивает и нет времени переключаться на пистолет. Мало ли вам повезет, и вы занолоскопите, ублюдка. Второй вариант. Скошенная мушка. Почти для тех же целей, когда враг близко, но не подозревает о том, что вы можете пустить ему пулю в голову. То есть вы должны заставать врагов врасплох. Ствол. Оставляйте стандартным. Нет смысла ставить наконечники, которые режут дальность и урон. У GNG и то, и то очень низкие. Ставить дульный тормоз смысла тоже нет. А дача у неё, как ни странно, маленькая. Конечно же, для баланса, это же дайс. Дополнительные насадки. Тут уже на ваш вкус. Я лишь скажу, что сошки этой снайперки не очень нужны. Но иногда они бывают полезны. Но не полезнее, чем затвор. Из всего вышесказанного делаю вывод, что GNG больше не похож на машину смерти, а больше похож на какого-то турецкого заморыша. Убойный звук выстрела пофиксили. На дали близь почти не пригоден. Для новичков не советую. А вот для тех, кто хочет челленджа, самое то. По сравнению с обратными по классу, много где проигрывает. В общем, у этой винтовки как-то, ну, очень много минусов. Но это на мой взгляд. Повторюсь, моё мнение может не совпадать с вашим. А на этом, в принципе, всё. Спасибо, что смотрели. Подписывайтесь, ставьте лайки, вступайте в группу ВКонтакте, ссылка в описании. Всем удачи, и не забывайте переключаться на пистолет.